Ностальгия. Это чувство, позволяющее вспомнить игру или приятное событие, ну или вспомнить об говне, в которое буду играть сейчас. 2007 год. Прорывной год. Много значимых событий произошло в то время, в том числе выход Assassin's Creed. В наше время вряд ли у многих появится желание играть в игру 2007 года. Но это сделаю я для вас сам. Собственно, к игре. События игры проходят в двух временных событиях. С 1191 год по 2012 год. Для этого есть самогонный аппарат Анимус, позволяющий по хромосомам путешествовать в события предков. Запустив игру, можно лицезреть, как наш главный герой убивает организаторов православного торжества рейс в рай, к Господу Богу нашему Иисусу Христу. И потом убегает и скрывается в образе священника. Что сказать? Быдло бездуховное! Далее можно увидеть, что самогонный аппарат закоротил, и начались невообразимые приходы. И можно услышать педагогический голос на заднем плане. После самогонный аппарат, вырубающийся, главный герой просыпается в дурке. После становится совершенно ясно, что нашего героя Дезмонта вытянула за яйца организация Абстерга. С целью вытянуть из его хромосомы информацию о древних технологиях. После старый педофил по совместительству самогонный с Амелье, обсудя с шлюховатой сотрудницей Люси, что дальше делать. Нас отправляют в прошлое. Очутившись там, происходит смерть стартера от руки главного героя. И мы слышим, что не стоит нарушать понятия кредо, но я лично одобряю поступок героя. И нам становится известно, что тамплиеры, главные злодеи, затеяли украсть в храме коробку с подношениями. Но нашему герою Альтеиру припекает очко от такой наглости. И он спускается вниз, разобраться с супостатами. В начавшийся файтинг между героем и Лысым из Бразерс, где Лысый говорит, что скоро заявится к их смотрящему хату Альмуалиму и заберут его пенсионные накопления и кидают в другую комнату. И мы возвращаемся в Массиаф, докладываем деду о произошедшем, что мы пососали жопу, образно говоря. Но заявился коллега, который выжил в анальной схватке, в которой теряют брата. И дрочильные руки. Далее прибывает Лысый из Бразерс, чтобы забрать пенсию у деда. И он нам поручает одолеть тамплиерских псов, с которыми я справляюсь, поскольку я киберспортсмен. Вернувшись с деревни, становится ясно. Что еще не все. Нужно подняться на купол башни, с которой видна словесная перепалка деда с лысым. Ты что, бредишь что ли? Ёбаный твой рот, а? Это, блядь, заебал ты уже! Майнкрафт, сука, это моя жизнь, блядь! Майнкрафт! И нам нужно прыгнуть вниз. Знак смелости. Ну что, родной рот, погнали нахуй! Ёбаный рот! Сойти одним. Пробравшись в тыл врага, жмем пресс F. И теперь лысый из Бразерс сосет жопу. Поздний дед говорит, что Альтаир их подвел. Логично. Нож под ребро. Лайк, если тебя так же воспитывали, когда ты провинился. И тут снова мы просыпаемся. На этот раз от запаха перегара. И слышим, как радуется седой педофил. Положительным результатом. И предлагает продолжить сессию. Но шлюховатая сотрудница Люси говорит, что нам лучше подчилить. На следующий день мы увидим ток, где дышит на нас перегаром. И нам предстоит снова работать за свободу. И отправляемся обратно в прошлое. И становится ясно, что Альтаир выжил. И дед начинает затирать философскую ерунду. То, что мы понижены в звании. И у нас нет оружия. Первый упад рукавов. И дает задание найти предателя. Который открыл калитку врагу. Найдя предателя, дед с ним расправляется. И дает нам задание убить 9 человек. Потому что они плохие. И первой жертвой станет Амир. Ну на этом я закончу. Ждите следующей части. И буду рад, если вы сделаете кнопку подписаться. Серый. Пока. Продолжайте крестовый. Продолжайте крестовый.